Это были десятые праздники. Собор построен в начале XVIII века нашими крепостными англичанами, но под руководством учитного архитектора. Если вы обратили внимание, храм абсолютно бестолкнул. Он не имеет ни единой опоры. Это настоящее достижение мастеров начала XVIII века. Конечно, храм был расписан в XVIII столетии, но росписью битшают, это замечает наш облический купец Кожевников и выделяет на новой росписи сумму в тысячи рублей. Сумма по тем временам, в начале XIX века, очень приличная, но недостаточная. Потому что мастеров, которых приглашают сюда работать, они запрашивают за свои росписи пять тысяч. Пять тысяч рублей, огромная сумма денег. Все время у них эксплуатанты приводят, например, с коровы, что от 2 до 10 рублей можно было купить корову. Я говорю, да, я опять же такую сумму корову не могу, это целая ферма получается. Есть, конечно, примеры помасштабнее. 300 лет назад можно было построить пятикопольный храм за 500 рублей. Так что вот, объемы вы понимаете. Кто же такую сумму запросил? Запросил крепостной мастер, князя Голицына. То есть эту сумму назначал не сам. Тимофей Медведев. Он не угличанин, он родился в Владимирском губернии, но очень талантливый человек. Он не учился ни в каких академиях художеств, я сразу хочу сказать. Расписали они этот собор втроем. И перед вами росписи 1811 года. Сколько по времени, если они с вашего просписывали? Чуть меньше года. То, что они представили в нашем соборе, это просто чудо. Подруга никак не назовет. Это почти как, не знаю, театральные декорации, театральные постановки. И центральная пресса, которая перед вами, это пресса преображения. Преображение Господня – это большой церковный праздник, когда Господь львился ученикам и показал свою сущность не только человеческую, но и божественную. Он вознес вот горой фавор, и ученики ему веровали. Перед вами копия с картиней итальянского художника Рафаэля Санти. Рафаэль Санти жил давно, в 15 веке. Откуда же крепостной мастер, да, Тимофей Медведев, взял Рафаэля? Он не был в Италии, интернета нет, репродукции нет, ничего нет. Кто-то приснился, что не перечислился. Нет, он видел только гравюры. Ну, гравюры, вы представляете, да, это очертания, почти как я говорю вам детская рассказка. Он видел гравюры, в том числе обратились к преображениям, тем более самку спаза преображается. Вообще, преображение Господня у Рафаэля – это последняя его работа. Он умирает в возрасте 37 лет, она стояла. Даже у него изголовник, да, вот. Это очень такая важная работа. Вот, копия с картиной Рафаэля Санти. То есть здесь три яруса волосписей, более 50 сюжетов. Каждый сюжет облачен в свою раму, как отдельная работа, как отдельная картина. Каждый сюжет имеет свой протограф, то есть также гравюра какого-то художника, работа в основном художника возрождения. Если вы даже не особо компетентны, вообще не понимаете, что перед вами сюжет, у каждого сюжета есть подсказка. Нет, мы догадываемся. И в Евангелии от Луки там глава, 9 стих такой-то. Что перед нами за сюжет? Самые известные евангельские притчи. Вот я сегодня привожу пример. Это возвращение блудного сына. Мы просто все знаем в основном. Вот трое стоят. Возвращение блудного сына. Либо самые известные сюжеты из земной жизни Христа. Вот прямо на крючих нас, это Господь преподающий грешницы, или Господь в гостях у фарисея. Фарисеи спрашивают Господа, почему ты от себя эту блудную, блудную женщину не отгребаешь? Господь ему отвечает, ты мне даже стакана воды не налил, а она мне ноги омывает своими слезами, обтирает волосами. Господь подчеркивает, тот, кто много грешит, тот дольше терпит и дольше любит. И самое главное, это вовремя раскаяться о своих грехах, как сделала она. Вот такой вот знаменитый сюжет. Не случайно вы хотите с вами сюда подошли, вы можете походить в стекло, вы не упадете, ничего там не случится. Перед нами контур-форс, опять же, по-простому, это фундаментальные опоры, да, совершенно верно, которые поддерживают всю конструкцию храма, не внутри, а снаружи. Вот эта часть фундамента не имеет никакого отношения к храму, в который мы с вами пришли. Тот храм, который поддерживался, да, если он с изданием, там, он находился ближе к варе, это храм 15 века, где и был изначально похоронен царевич Дмитрий, пролежали мощи на протяжении его 15 века, потом приезжали следственные комиссии, и так далее. Куда делся храм? Он обветшал после разорения Украча Полярка. Потом было принято вот построить на руках, который мы пришли. Почему росписи столько стоили? Потому что, например, в Рафаэле, я просто говорила. В Рафаэле применена уникальная техника, это техника грязаль. Лучше всего вы грязаль сможете почувствовать, если высоко-высоко поднимете голову, то кажется, что на вас спускается такой очень красивый, скульптурный, барельефный кукол. Никакого кукола нет. Это все иллюзия, все фантастика. Вы поняли, о чем это было? Прямые линии там. Высота храма всего лишь 17 метров. Своды у храма есть. А вот купол, который у нас начинает с белой рамки, потом будет синий, вот такой, как будто углубление. Его не существует. Это все сделано на плоскости. Настоящая иллюзия, настоящая фантастика, настоящая 3D, только начало 19 века. Вот такая необычная техника грязаль. Грязаль вообще классическая вот такая. Вот как видите, белые лица, на таком, вводами. Это техника с наложением двух тонов. Серый-белый, серый-белый. Они накладывают друг на друга. Это определенная игра светотени. Еще в Италии, когда делают фрески, применяют мел. Это все дает такой вот объем. Так он заканчивается вот где вот эти полоски? Нет, своды есть. Вот где квадратный. Да, вот сам вот это продумать. Все, понятно. Техника эта часто встречается на самом деле в России. Но не везде она играет. Вот она играет. Вот она играет. Вот чувствуется. Вообще. Вот мы с вами приложимся сейчас. Большая частица мощей. У Биенова князь Роман Углеческий. А вот еще частицы святых угодников. Боже. Сейчас рыскость. Резкость. Дальше пойдемте послушаем экскурсию. Действующий храм. Посмотрите на Богоматерь. Вы видите, как она будет вам приятно. Улыбаться, да. Улыбаться, да. Богоматерь вообще никогда не улыбается. Это всегда грусть, печаль, тоска. Она всегда знает, что своего сына потеряет. Более 300 образов есть в Богоматери. Есть, конечно, самая обычная, не как обычная, популярная икона, которая улыбается всегда. Это город Вифрием, Палестина, храм Рождества Христова, Богоматерь Вифриемская, которая улыбается, от рождения и сына не радуется. Но там икона 19 века, а здесь второй половине 17. Но это опять же, если вы в пилискохе не подойдете. И именно на нее акцент на Богоматери. Но миловидца никто не общает. Такая приятная, миловидная Богоматерь. Идет следующий ряд, это праздничный, доисусный сейчас на реставрации не существует. Там про отеческие пророчества, такой классический иконостас. Но если вы три шага назад ссылите, вы увидите самый последний ряд иконостасов. Таких вообще не бывает нигде. Это только Лубыча можно увидеть. Этот ряд получил название ряд страстной. Во-первых, перед вами не иконы, а картины. Это настоящая картина, сделана Холстем. Автором этой работы, возможно, это тот же самый человек, который расписан право о ней не увидит, очень помогает мать. Также он берет сюжеты страстной недели, которые перед Холстем. Три справа, три с левой. Парагет подписывания. Но это не только. Зачем? Все-таки иконы пишутся по определенным канонам, человек-парагетикам и так далее. Но если внимательно посмотреть, между картинами нет росписи. Видите? Там пустота. Да. Роспись, она заканчивается. И чтобы вот лакомично, эстетично наполнить иконостас, придумали вот такой необычный ряд трассов. Ну, еще раз повторюсь, таких рядов не бывает. Да, такого я не видел нигде. Да. Обычно бывает три яруса, и по-моему, это 4-5, но 6-го не бывает. Если вы хотите, вы можете здесь свечи поставить, записки написать, право действующие, если не хотите, мы в своей территории Крым. Да? Угу. Ну, как хотите, в принципе, у нас монастырь. А вот этот вот, который памятник, да, у тебя? Да. Димитрий. Этот недавний, который недавно сделал. Сколько он? Тысяча рублей. Вот, видишь? А, этот. А, нет? Четыре. Четыре по двести пятьдесят. Убиенный царевич Димитрий. Он священный мученик, он этот, мученик? Священный мученик, да? Он, царевич, вы имеете в виду? Да. Да, он на иконах пишется московский и увлеческий чудотворец. Он святой благовер нашего города, и он не местно чтим и святой, а общероссийский. Угу. Вот иконки какие, видишь? Угу. А дайте нам иконку, вот эту за тысячу пятьсот. Красивую. Вот эта маленькая. Четы. Киоти. Да. Киоти. А храм называется как ваш? Спаса Преображенская. Спаса Преображенская собора. Синяя крыша. Мы в гостинице здесь, напротив, смотрим на ваш храм. Гостиница. Гостиница. Резьера. Резьера вот это, ага. Будем жить. Помогай Господь. Спасибо. Где-то сил. Компорт.